Продолжение следует... Коллеги, меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И прежде чем приступить к теме нашего сегодняшнего вебинара, я хотел бы сделать несколько предварительных замечаний. Во-первых, все сегодняшние презентации вам доступны для скачивания. Для того, чтобы скачать презентации, надо открыть окошко ресурса, у кого оно по умолчанию не открыто. Для этого надо сделать следующее. Вот следите за стрелочкой. Я примерно указываю направление, в котором находятся кнопки вебинарной комнаты. Это правый верхний угол. Там несколько кнопок. Первая слева поднятая рука, вторая смайлик. И нам нужна третья кнопка. Это открывающаяся желтая папка. Нажимая на нее, вы открываете у себя на компьютере окошко ресурса, которое находится справа от презентации. В этом окошке есть несколько ссылок. Они обозначаются изображением земного шара, иконкой. И несколько презентаций. Сегодня три презентации. Они обозначаются дискеткой. Для того, чтобы скачать презентацию, надо нажать на изображение дискетки. Обращаю ваше внимание не на саму ссылку, не на строчку, а именно на изображение дискетки. Наши презентации вы можете использовать для ваших собственных семинаров, как угодно для того, чтобы оповестить ваших коллег или рассказать вашим коллегам о наших продуктах. Единственная просьба – оставлять наши логотипы и ссылаться на нас при использовании наших презентаций. А так можете использовать их, как вам заблагорассудится. Еще два объявления. В самом начале сайта я привел две полезные ссылки. Первая ссылка на расписание наших вебинаров на 2017-2018 учебный год. Хочу вам сказать, что сегодняшний вебинар, он специальный. Он предназначен для публичных библиотек, для выбранного количества наших потенциальных клиентов. А те вебинары, которые проводятся по этой ссылке DirectAcademia.ru – это вебинары общего пользования. На них может записаться любой человек, включая и вас. Почему я здесь привожу эти ссылки? Прежде всего, я думаю, что там будет много вебинаров интересных вам. А во-вторых, те темы, которые мы сегодня рассмотрим кратко, потому что в течение часа охватить вот эти вот три темы, заявленные на вебинар, это достаточно амбициозная задача такая. Все эти темы будут в ближайшие несколько месяцев освещены подробно в нескольких вебинарах, которые будут проведены. И, соответственно, те из вас, кто заинтересуется этой темой, смогут записаться на вебинары более подробные и посмотреть их, поучаствовать в них точнее. Все записи наших вебинаров записываются на наш канал YouTube. В том числе и этот вебинар в настоящий момент записывается, и его запись появится, наверное, где-то ближе к концу недели на нашем канале. Так что те из ваших коллег, кто не смог посетить вебинар, можете им переслать эту ссылку, чтобы они посмотрели вебинар в записи. Ну что ж, коллеги, а теперь переходим, собственно, к заявленным темам. У нас сегодня три больших пункта. Первый – это пункт, связанный с электронной библиотечной системой и университетской библиотекой онлайн. И сегодня я расскажу вам о функционале библиотеки для читателя и для библиотекаря. Это два разных функционала. Да, перед тем, как приступить к этому вопросу, давайте я вам в чате дам еще раз то, что мы вам рассылали в письме, в письмах. Вот такую вот информацию. Как я уже сказал, давайте я изменю цвет, чтобы цвет моих сообщений в чате отличался бы от всех остальных. Так вот, вебинар. Хорошо бы, чтобы вы поддержали этот вебинар, подкрепили указанными видеороликами. Обычно я в течение вебинара даю эти видеоролики прямо по ходу вебинара. Но сегодня у нас на это время нет, поэтому я буду просто в тех местах, где речь будет идти о материалах, подкрепленных учебными роликами, просто буду обращаться к тому, что они есть, и вы их можете посмотреть. Ну что ж, а мы пойдем прямо по нашим темам и начнем с ЭБС, университетской библиотеки онлайн, с одним из продуктов, которые есть в вашем распоряжении в настоящий момент. В университетской библиотеке онлайн есть несколько уровней доступа. Для подключенной организации это четыре вот таких вот уровня. Для вас актуальны два из них. Это корневой пользователь, администратор, то есть, скорее всего, это вы. Тот человек в библиотеке, который отвечает за все, что происходит в ЭБС. И читатель, собственно, это конечный пользователь, который пользуется и читает книжки. И вот эти две роли, они и определяют, собственно, то, что происходит в ЭБС. Для вузов у нас есть еще такие роли, как преподаватели и абонент организации, но они приближаются к понятию читатель. Чуть больше у них там прав, но для публичных библиотек это не так важно. Итак, давайте начнем с читателя, как с конечного пользователя. Прежде всего, наш сайт, его главная страница. Вот его главные разделы. Первая верхняя строка – это переход между разными проектами компании Директ Медиа. Тут есть интернет-магазин, электронные курсы, арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, библиотека нон-фикшн и так далее. Не буду сейчас подробнее говорить обо всех продуктах Директ Медиа, это займет достаточно много времени. Если кто-то интересуется, еще раз милости просим на наши вебинары, на которых будут подробно описаны все продукты компании Директ Медиа. Наверху расположена строка поиска. Поиск может быть как обычный, так и расширенный. Об этом мы чуть-чуть поговорим позже. И не зря эта строка поднята на самый верх. Это говорит о том, что поиск – это самый естественный способ нахождения нужной литературы внутри электронной библиотеки нашей. Справа располагаются кнопки, которые определяют то индивидуальное, что есть в библиотеке для данного пользователя. Это его профиль, статистика, поисковые выборки и так далее. Ну и пункты 4, 5 и 6 – это рубрикатор и основные разделы нашей библиотеки. Кроме того, сбоку появляется вкладочка. Она может быть разного вида, иногда вот так сверстанно, иногда по-другому. Кнопка «Задать вопрос» – это онлайн-консультация, где вам оперативно ответят на ваш вопрос. Если вы это делаете в течение рабочего дня, плюс-минус 2 часа, то вам, скорее всего, ответят прямо онлайн. Если нет, то ответят на следующий день, вы получите письмо с ответом на ваш вопрос. Ну и нижняя часть сайта, тоже достаточно важная – это новости. Там можно узнать достаточно много того, что происходит не только в компании Директ Медиа, не только с университетской библиотекой онлайн. Например, новый контент, размещение, новые вебинары, которые у нас проходят. Ну и некоторые новости в библиотечной области знаний, то есть некоторые общие вещи, связанные с проходящими конференциями и так далее. Ну и вот тут не буду заострять ваше внимание, только вот пункт 2. Посмотрите, это подвал, в котором находятся некоторые функции, доступ к которым можно производить только отсюда, снизу. Ну и в частности, для вас интерес может представлять… Давайте я ее найду. Вот, например, вот этот пункт, тематические коллекции, я о нем вкратце буду говорить. Вот доступ к этому разделу производится из подвала сайта. Ну, собственно, подвал сайта – это наиболее полное меню нашего сайта, и им рекомендую тоже пользоваться. Самое первое, что… самое главное, точнее, не самое первое по тому, как это происходит, а самое главное для пользователя – это, собственно, само чтение. И вот так выглядит примерно наш ридер, его основные элементы. В принципе, все достаточно прозрачно. Это поиск по текстовой части, если есть оцифровка. Ну, для всех новых книг, поступающих в библиотеке, оцифрованная версия текста, разумеется, присутствует, и по ней можно искать. Итак, вторая часть – это вот здесь вот, и вот эти вот кнопки. Это переход по страницам вперед-назад на конкретную страницу, в начало, в конец и так далее. И плюс здесь еще не показано, потому что это ниже. Вот здесь вот есть такой ползунок, которым тоже можно перемещаться по книжке. Ну, и набор кнопок, существующих здесь, вы знаете, все я из них не буду описывать. Вот есть кнопки, ряд кнопок, которые управляют масштабом и способом отображения во весь экран или на встроенный в сайт. Вот, обращу внимание на вот эту кнопочку номер 4. Эта кнопочка позволяет до трех страниц вашей читаемой книжки вставить в виде кода в свой блог, в свой сайт, в свой электронный учебный курс или куда-то еще на легальных основаниях. То есть вам будет выдан код, который можно вставить в свой ресурс, и там появятся эти до трех страниц книжки абсолютно легально. То есть воспроизведется наш вот этот вот самый, вот эта вот читалка. И, соответственно, автор за каждое чтение своей книжки тоже будет получать определенную выгоду, определенная копеечка им будет капать. То есть это будет производиться все без нарушения авторских прав. Это абсолютный легальный способ формирования производных произведений на основе каких-то книг, прочитанных в нашей ЭБС. Ну, я, однако, да, ну, что еще у нас можно сделать? Сохранять цитаты, показывать текстовый вариант страницы, формировать рефераты и так далее. Все это, да, ну и на более раннем этапе, на этапе подбора книг, до того, как мы начали их читать, есть еще несколько текстовых полей, которые очень удобны. И очень удобно, что они появляются именно до процесса чтения. Это библиографическое описание, точное, такое библиографическое описание, которое можно вставить в вашу работу, научную работу или учебную работу. И оно будет точным. Оно будет точным. И список литературы иногда, ну, это не всегда присутствует, во-первых, не всегда присутствует в самой книжке, а во-вторых, не всегда присутствует в электронной версии книжки. Но по большинству новых книг мы это делаем. Это список литературы, который приведен в конце книжки, самой книжки. И доступ к которому можно получить до вашего вхождения в чтение самой книжки, взять копипейстом и, опять же, использовать для того, чтобы сформировать свой список литературы в своем уже произведении. Вот два этих удобных свойства, которые направлены особенно интересны они для будущих авторов, для аспирантов, для преподавателей, для того, чтобы повысить цитируемость собственного текста и повысить эффективность составления собственных списков литературы. А для более подробного описания процесса чтения и работы с текстом есть два видеоролика, которые называются «Чтение в ЭБС. Ознакомительный экран» и «Функционал ридера». Я эти два ролика рекомендую не только вам, но и вашим читателям, если они вас начнут спрашивать, а как же пользоваться ЭБС. Ну, вообще-то, на самом деле, интерфейс выполнен так, что все это понятно из самого интерфейса. Но, тем не менее, для более глубокого освоения нюансов я рекомендую вот эти два ролика, каждый из них примерно по 10 минут. И, ну вот, вашим читателям, наверное, это будет очень полезно. Да и вам тоже. Разумеется, наиболее подробно, наиболее правильный путь для находения литературы – это поиск. Хотя, как библиотекарь мы, конечно, привыкли пользоваться рубрикатором. Ну, когда в вашей ЭБС больше 100 тысяч наименований книг, поиск по рубрикатору иногда бывает безуспешным или длительным. Поэтому первое, что приходит в голову, и это правильно, это воспользоваться поиском. Поиск можно производить как в обычном режиме, так и в расширенном. В расширенном режиме с использованием фильтров. И по поводу использования, подробное использование поиска, тоже есть соответствующий у нас учебный ролик. Пожалуйста, его тоже посмотрите. Но, вообще говоря, тут почти ничего такого, что вы не встречали в других поисковых строках, нет. Все достаточно прозрачно. Ну, хочу только сказать, что в поиске можно тоже применять wildcard, то есть обращение к любым символам. Вот, например, здесь этот скриншот я сделал для библиотеки Архангельска. Они меня попросили показать, как происходит поиск по... У них один из самых распространенных поисков, это поиск по скандинавским странам. И вот я набрал скандинав, дальше поставил звездочку, что означает любое окончание. И выдача мне выдалась как скандинавские страны, так и слово «Скандинавия» и так далее. Все, что связано с началом вот несколько вот этих первых букв, которые приведены. Еще раз хочу сказать, что подробнее насчет поиска, пожалуйста, смотрите ролик. Он тоже примерно 10-минутный. Там будет рассказано подробнее. Ну и рядом с поиском, конечно, хотелось бы показать то, что могут делать преподаватели. Опять же, такой ролик есть, его надо посмотреть. Это поисковые выборки. Поисковые выборки – это набор тех изданий, которые пользователь может выбрать для последующего чтения в процессе поиска, не переходя, собственно, к чтению самих этих книг. Так, поисковая выборка делается достаточно просто. Она потом отображается вот в этом вот разделе «Мои события», «Поисковые выборки» и дальше название «Поисковые выборки» и внутри этого название уже списки тех книг, которые вы подобрали. А, собственно, подбор происходит, да, ну, про это я чуть попозже расскажу. Ну, ладно, давайте прямо сейчас расскажу. А для роли корневого пользователя, то есть библиотекаря, все происходит примерно так же, но он видит поисковые выборки всех, не только свои, но и всех своих читателей. Соответственно, появляются два новых раздела. Сначала «Мои события» и «Поисковые выборки», ну, а потом «Выборки по ролям». Ну, в данном случае я выбрал преподавателей, у вас будут студенты или читатели, да, а дальше все так же. Четвертое – это выбор по имени, а дальше все так же, как я показал на предыдущем слайде. Это название выборки и внутри названия выборки, название выборки 5, да, вот так вот обозначим. И внутри названия выборки уже, собственно, список тех книг, которые в выборке были выбраны. Этот список книг, он кликабельный, и по нему можно непосредственно переходить и читать. Ну, и, собственно, сами выборки делаются так, производится поиск, получается поисковая выдача. И в этой выдаче есть вот такой вот пункт «Сохранить выборки». Здесь вы просто ставите галочку. Как только вы поставили галочки, слева появляется у вас плавающая кнопка, называется «Сохранить выборку». Вы можете добавить сюда из поисковой выдачи сколько угодно изданий. И после того, как вы все выбрали, что вы хотите, вы нажимаете на эту кнопку «Сохранить выборку». И появляется вот такое окно, где вас просят либо дать имя новой выборки, либо выбрать выборку из тех, которые вы уже делали, и добавить в нее эти книжки. После этого, собственно, вы добавляете это все, и выборка появляется вот здесь вот в моих событиях в вашем личном кабинете. О поисковых выборках есть соответствующий видеоролик, и вы тоже можете его посмотреть. Что еще я хотел бы вам добавить, кроме, собственно, поиска и рубрикатора, есть еще один доступ к контенту электронной библиотечной системы, и называется он «Тематические коллекции». Это то, что как раз для конечного пользователя, для читателя, может представлять самостоятельный и дополнительный интерес. Это более 100 уникальных книжных коллекций. В каждой из этих коллекций от нескольких десятков до нескольких сотен книг. Это выборки по истории России, по истории вообще мировой истории, по философии, истории философии, по биографические выборки, научные выборки по различным областям знаний, выборки по каким-то датам, например, история Первой мировой войны к столетию начала Первой мировой войны, история Февральской революции к столетию Февральской революции и так далее. Будет у нас выборка по Октябрьской революции и так далее. Вот очень интересные выборки и очень глубокие, и если тема вашего читателя, по которой он хочет это все посмотреть, совпадает с темой его интересов, то это, пожалуй, лучшее, что можно, то есть никогда нельзя говорить, конечно, но при помощи рубрикатора и поиска вряд ли он найдет все эти книжки, а они, это вот именно то точечное попадание в его тему, поэтому это очень-очень полезно. Поэтому рекомендуйте всем вашим слушателям искать их тему среди тематических коллекций, это очень удобный и интересный раздел. Ну, а теперь давайте перейдем к правам и возможностям корневого пользователя, то есть вас, как библиотекарей. Конечно, вы обладаете всеми теми возможностями, о которых я только что рассказал для читателей, но у вас есть и дополнительные возможности. Прошу прощения, сейчас я уберу телефон. Прежде всего, надо, я повторюсь, что доступ к вашим конкретным личным правам личному кабинету находится вот здесь. Это самая верхушка нашего сайта. Вот этот вот ряд кнопок, вот они в увеличенном виде. Здесь есть профиль, мой вуз, статистика и так далее. Да, ну вот основные кнопочки это профиль, мой вуз. Ну, надо понимать нашу специфику, мы работаем в основном с вузами, поэтому вот в основном здесь будут ваши, хоть вы и не вуз, в основном по этой кнопочке будет располагаться основной ваш функционал. Ну и статистика тоже. И вот мы сейчас их тоже вкратце рассмотрим. Итак, под кнопкой мой вуз располагается вот такое вот менюшка, и ее мы тоже вкратце сейчас рассмотрим. Вот основной список вашего функционала как библиотекаря. Это информация о подписке, это формирование рассылок, работа с контингентом или работа с пользователями показателей ЭБС, книга обеспеченность. Ну, эти два пункта для вас не очень интересны, больше интересны для вузов. Работа с записями Русмарк или как интегрироваться в АБИС, информация о недоступном контенте или об отказах, статистика контента и вот те же поисковые выборки, о которых я уже рассказывал. Итак, информация о подписке. Первый пункт информация о подписке. И здесь вы можете посмотреть доступные разделы книг, доступные базовые коллекции, аудиокниги и подкасты, карты, тренажеры и так далее. Все, что доступно в вашей подписке. Ну, вот, например, выбирая аудиокниги и подкасты, мы попадаем на список этих аудиокниг. И тыкая в какой-то из них, мы уже попадаем к конкретным книжкам, и они кликабельны, и вы можете их конкретно посмотреть. Подписка – это то, что отличает вашу версию АБС, АБС, которая поставлена вам, от максимально возможной АБС, которая в принципе возможна. Вот, поэтому информация о том, что же конкретно доступно вашим читателям – это одно из главных, что необходимо знать библиотекарю. Ну, и внутри информации о подписке есть еще кнопка, которая позволяет получить информацию о движении библиотечного фонда, то есть о том, что пришло, что ушло, какие новые поступления были и какие книжки ушли из доступа читателей. Для этого формируются определенные контрольные точки, по умолчанию они, если не изменяют память, каждые две недели формируются, либо вы можете запомнить текущее состояние подписки, и потом вы сможете сопоставлять ваше актуальное состояние с любым из запомненных состояний и получать информацию о том, что пришло и что ушло именно с этим состоянием подписки АБС. Оформление рассылки – это достаточно простой вопрос. Вы можете подписаться на рассылку по интересующим вас разделам контента, тогда будете получать информацию о том, какие новые книжки приходят в этот раздел. Также можете подписаться просто на новости, и в этих новостях будете получать информацию о всем, что происходит в ВБС, и не только в ВБС, а вообще в компании Директ Медиа, какие новые проекты, что нового появилось и так далее. Я вам рекомендую на эту рассылку подписаться. Пользователи – это большой и достаточно сложный раздел, поэтому по нему есть специальный видеоролик. Вот вы видите в чате этот ролик, который называется «Управлениями пользователями ВБС». Скажу лишь кратко, что вы, как корневой пользователь, то есть пользователь с наибольшими правами, имеете возможность заводить новых пользователей в ранге читателей, но не можете заводить другого пользователя с вашими правами. То есть корневой пользователь всегда один, и именно он управляет всеми остальными видами пользователей. Добавить и удалить пользователей системы можно либо руками по каждому пользователю, либо есть некая автоматизация. Вот так вот это примерно делается. Подробнее, как я уже говорил, посмотрите в видеоролике. Там это конкретно все прописано. Либо можете воспользоваться заранее подготовленной таблицей пользователей. Таблица строится по некоторому образцу. И если вы по этому образцу подготовили таблицу, то можете сразу хоть 10 тысяч пользователей с уникальными логинами и паролями ввести. Все это делается за один раз. Это особенно удобно, когда у вас пользователи уже введены в какую-то информационную систему, уже существующую у вас в библиотеке. И тогда можно организовать импорт из этой системы сначала в Excel, а потом из Excel-таблицы уже к нам в электронную библиотечную систему. Да, ну вот так примерно выглядят поля для импорта и обновления данных. Не будем сейчас на этом заострять внимание. Надо немножко практиковаться, чтобы нормально получилось. Ну, в ролике подробно рассказано. Показатели EBS и книгообеспеченность. Не буду об этом говорить. Ну, просто одно слово скажу, что показатели EBS – это некоторые габаритные параметры электронной библиотечной системы в той версии, в которой они находятся. Она у вас присутствует. Иногда это для отчетов удобно, эти данные. Их можно получить вот в этой таблице. Ну, и книгообеспеченность для вас, наверное, это тоже не очень актуально. Для вузов это достаточно актуально. И эта функция позволяет формировать книгообеспеченность дисциплин и направлений подготовки из нашей электронной библиотечной системы. Не только путем простого поиска или подбора, но и путем рекомендательного анализа, когда при вводе каких-то направлений подготовки уже высвечивается информация о том, что вот данная книжка присутствует в данном случае у четырех вузов в книгообеспеченности, поэтому на нее следует обратить внимание, и, возможно, она тоже представляет интерес. Русмарк – это работа с интеграцией электронной библиотечной системы во внешнюю АБИС, то есть автоматизированную библиотечную информационную систему. Интеграция у нас вот существует вот такая при помощи записи Русмарк. Записи Русмарк вы можете получить как про всю библиотеку, так и про определенный ее участок. Например, да, ну, для начала хочу сказать, что возможно получить в четырех форматах. Два формата ISO, а также текстовый формат и XML-формат, который очень любят программисты. Поэтому, если у вас осуществляется какая-то программная настройка интеграции, то вот XML – это наилучший формат. У нас поддерживается 19 полей Русмарк. И также вы можете получить либо все записи одним файлом, либо одну запись в каждом файле. Ну и, да, ну вот так вот выглядит примерно Excel-файл с записями Русмарк. А что касается на какие разделы можно получить запись, не разделы, точнее, а как по временным интервалам это можно, то это аналогично с предыдущим случаем по подписке. Вы можете с актуальным состоянием сравнить любое из запомненных состояний вашей подписки и получить либо все добавленные издания в виде записи в Русмарк, либо все добавленные, вот кнопочка «Добавленные», либо все удаленные издания из библиотеки тоже в виде набора записей Русмарк. Вы можете получить информацию об отказах, то есть о недоступном контенте. Это те записи, которые, прошу прощения, те запросы, которые производились вашими пользователями в нашей ЭБС и ввели к тем источникам, которые в принципе в нашей ЭБС есть, но не включены в вашу конкретную версию подписки. Таким образом, слушатели получают информацию, что эта книжка есть и описание этой книжки, но для чтения она недоступна, а вы в тот момент, когда он эту книжку выбирает, пополняется информация вот в этом разделе «Недоступный контент», и потом вы, входя в этот раздел, можете получить информацию о том, какие книжки из неподписанных вами были наиболее востребованными, и потом на основе этой информации возможно провести переоценку вашей подписки на следующий период. «Статистика контента» — это статистика, тут есть разные виды, статистика просмотренных ресурсов, статистика пользователей, рейтинги издательств и показатели статистики по международному стандарту каунтер. Доступ к статистике производится по вкладочке «Статистика личного кабинета», и здесь вот есть такие пункты, как «Просмотренные ресурсы», скачанные ресурсы не будем рассматривать, это для совместимости со старыми версиями EBS сделано, дальше «Статистика посещений», «Рейтинги» и «Статистика по каунтеру». В «Просмотренных ресурсах» вы получаете информацию о соответствии с рейтингом книжек, то есть наверху будут находиться книжки с большим числом просмотров. По нажатию на вот эту кнопку вы будете получать информацию о том, какие пользователи, читатели читали эту книжку и какие страницы при этом были открыты. Вся статистика доступна также в виде Excel-файлов, как в краткой форме, так и в более развернутой форме, вместе со списками тех страниц, которые были запрошены, точнее прочитаны, не запрошены, а прочитаны. Вы можете также получить статистику посещений. Это, собственно, статистика по контингенту. И можете посмотреть, какой пользователь был самым активным, какие книжки он заказывал, сколько у него было доступов в названный период и так далее. И тоже эту информацию можно получить в виде Excel-файла. Ну и, наконец, вам доступен рейтинг издательств. Вы можете посмотреть, сколько просмотров получили те или иные издательства, и, соответственно, посмотреть, какие из них наиболее важны для вас и какие нет. И, возможно, прикупить книжки этих издательств в следующей подписке, если у вас они отсутствуют. И, опять же, это все присутствует в виде Excel. Тоже можно получить, что достаточно удобно. Наконец, отчет по стандарту Counter. Доступны 9 видов отчетов. Они доступны только в виде выгрузки в Excel. Counter удобен тем, что позволяет ввести стандарт отчетности. Дело в том, что любая электронная библиотека строит отчеты так, в той терминологии, и так, как ей удобно. То есть у разработчиков любой ЭБС и любой электронной библиотеки свои представления о статистике. А статистика Counter позволяет производить статистику по международному стандарту. Соответственно, она позволяет по объективным критериям сравнивать разные электронные библиотеки, если сравнивать их показатели по стандарту Counter. Да, ну и поисковые выборки. Об этом я уже говорил, поэтому повторяться не буду. Здесь та же самая информация, что и для конечных слушателей. Итак, первая часть наша, связанная с ЭБС, закончена. Я перехожу к следующей. Если у вас по ходу дела возникают вопросы, смело задавайте сразу их в чат. Я буду пробовать отвечать на них сразу по ходу, если смогу сориентироваться. Если нет, то в конце, отвечу в конце нашего вебинара. Следующий продукт, который есть у вас, это библиотека Non-Fiction. Специальная платформа для публичных библиотек. Собственно, это некая адаптированная для публичных библиотек версия нашей ЭБС. Ну, конечно, у нее есть и свои особенности. Но многие вещи, функционал в библиотеке Non-Fiction, он во многом повторяет, например, функционал чтения, во многом повторяет то, что я вам только что рассказал про ЭБС. Итак, библиотека Non-Fiction – это примерно 50 тысяч наименований книг. По подбору контента немножко смещен акцент от учебников и учебных пособий, которые имеются в электронной библиотечной системе Университетской библиотеки онлайн, к книгам Non-Fiction, то есть к книгам более общего содержания, но не художественным. Вот таких книг у нас тоже достаточно много. Мы считаем, что это книги, также считаем их учебными, потому что это книги для дополнительного и самообразования. Ну, а в данном случае для вас это просто книги Non-Fiction, то есть те книги, которые могут пользоваться спросом в публичной библиотеке. Адрес, я думаю, вам известен. Это простой адрес Библиоклуб.ру. Как я уже говорил, это свыше 50 тысяч специально оторбанных изданий и литературы в жанре Non-Fiction. Более чем 300 издательств России, Белоруссии и Украины. В отличие от нашей ЭБС, это фонд, изначально рассчитанный на широкий читательский интерес по различным тематическим направлениям. Научно-популярная, деловая, образовательная, познавательная литература и так далее. Вот некий список издательств. Тут достаточно хорошее и интересное издательство. Периодика также входит в состав библиотеки Non-Fiction. Вот здесь написано, что около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет. Но в ближайшее время будет подключено еще большое количество периодики. В ЭБС она уже подключена. У нас есть новый бренд, который называется «Периодика 500». Это 500 брендов периодики, наиболее рейтинговых российских, из России и ближайшего зарубежья. То есть цифра 300 уже в некотором смысле устарела. У вас пока в вашей версии это не подключено, но мы сейчас работаем над тем, чтобы подключить это и к библиотеке Non-Fiction. Так что этот раздел в ближайшее время должен возрасти. Ну и также аудиокниги. Аудиокниги – это очень хорошая возможность получить доступ к текстам, лицам с ограниченными возможностями. Ну по зрению прежде всего имеется в виду. Ну и вообще аудиокниги – это в последнее время хит. Люди очень любят ходить и читать, либо ехать в машине и не читать, а слушать какую-то книгу. Это позволяет совмещать два действия сразу и очень удобно, конечно. Тематические коллекции, о которых я только что рассказывал в применении к университетской библиотеке онлайн, а ниже, ну возможно там некое пересечение, то есть, ну почти, скажем, почти все эти коллекции должны быть доступны в версии библиотека Non-Fiction. Соответственно, все, что я сказал по поводу тематических коллекций для университетской библиотеки онлайн, тоже можно сказать и про библиотеку Non-Fiction. И здесь тоже вы можете советовать вашим читателям при точном попадании в тему. Это наилучший способ ознакомиться с той литературой, которая важна для вашего читателя. Перейти в тематическую коллекцию. Ну и, наконец, давайте посмотрим кое-что о функционале. Во-первых, в самом низу сайта вы видите две кнопочки инструкции для библиотекаря и инструкции для читателя. Вот если читатель начинает вас что-то спрашивать по функционалу библиотеки, вы сразу отсылаете его к этой кнопочке и по этой кнопке он может посмотреть достаточно подробное описание его функционала. Что касается вашего функционала, давайте сейчас о нем чуть-чуть подробнее поговорим. Что происходит? Вообще сам принцип работы библиотеки Non-Fiction основан на том, что читатели сами выбирают, а вы, как библиотекарь, подтверждаете или не подтверждаете их доступ к книжке. Доступ к книжке может стоить определенных денег. И в ваших правах разрешить или запретить доступ к этой книжке. Соответственно, как только вы разрешили доступ к этой книжке, с вашей суммы на вашем счету считывается стоимость этой книжки, стоимость подключения этой книжки к вашему аккаунту. Ну а какие книжки подключать, а какие нет, можно решить по-разному. Во-первых, вы можете изначально заказать какое-то количество книжек для доступа ваших читателей в явном режиме, закрыв при этом либо полную сумму, либо частичную часть суммы. А во-вторых, остальную часть, либо всю часть, если вы эту работу не проделали, вы можете предоставить читателям. То есть изучить их спрос. Если кто-то из читателей пытается получить доступ к той книжке, которая еще в вашем фонде не находится, то он получает вот такую вот информацию. Он может полистать эту книжку. Так, одну минутку. Вот так вот. Полистать эту книжку, а потом отправить заявку на то, чтобы эту книжку вы включили в фонд библиотеки, если она еще не включена. В свою очередь вы в своем профиле первоначально, то есть еще до начала работы с библиотекой, можете выставить пароль, прошу прощения, порог одобрения заявок на подписку для ваших слушателей. То есть вы можете либо задать опцию, когда любая книжка будет поступать к вам на акцепт, то есть на подтверждение, либо можете задать такую опцию, что, например, книжки до 300 рублей автоматически подтверждаются. А все, что дороже, я посмотрю сам или сама и акцептую или не акцептую. Так вот, эту настройку желательно сделать до начала работы ваших читателей в библиотеке. Ну, а дальше происходит следующее. Да, вот вы можете выбрать порог вот здесь, например, порог 600 рублей. А потом вы в разделе «Запрошенные книги», которые вы должны просматривать регулярно, у вас есть список книжек, которые вами либо одобрены уже. Видите, у книжек статус «Одобрено», у каких-то книжек есть статус «Отклонен», например, какие-то дорогие книги, либо книги, которые вы не считаете необходимыми в вашей библиотеке. Ну и несколько книг, которые находятся в статусе «Ожидание», и здесь вы можете нажать либо на галочку и подтвердить эту книжку, либо нажать на крестик, и тогда книга переходит в статус «Отклонен». Вот и вся небольшая премудрость работы с фондом библиотеки «Нонфикшн». Добавить хочу к теме, что у библиотеки «Нонфикшн» есть мобильное приложение, точнее, мобильная версия сайта, и информацию об этом мобильном приложении вы можете раздавать своим читателям, и они могут, соответственно, читать ваши книжки не только в вашем зале, но и где угодно, в транспорте, со своего телефона или с другого мобильного устройства. Так, коллеги, ну, эта часть у нас тоже завершена, и давайте поговорим о третьей части, о которой меня попросили вам рассказать. Это «Артпортал» и «Артотека». «Артпортал» — это, вообще говоря, открытый. Еще раз хочу вам сказать, ваши вопросы прямо по ходу в чат печатайте, я буду стараться на них ответить. Итак, «Артпортал» — это открытый сайт, открытый проект и достаточно большой проект компании «Директ Медиа», но в нем есть функции подписные, к которым доступ производится только в режиме подписки. Это доступ к большим версиям изображений, к изображениям высокой четкости, а также к подпискам к сервису «Артотека», о котором я расскажу чуть позже. «Артпортал» — это, с одной стороны, традиционная виртуальная галерея, а с другой стороны, она не совсем традиционная, потому что мы считаем эту... Ну, во-первых, у нас есть такой слоган, что это больше, чем галерея. Почему это больше, чем галерея? Потому что мы считаем, что наш «Артпортал» — это образовательный ресурс, точно так же, как и все остальные наши проекты, хотя и образовательный ресурс для дополнительного изучения. Ну, и к тому же в этой галерее есть такие разделы, которые обычно не присутствуют в обычных виртуальных галереях. Сейчас я немножко об этом расскажу. Ну, во-первых, более 60 тысяч изображений, около 6 тысяч авторов в нашем артпортале, и примерно 30 тысяч музеев... 3 тысячи музеев, прошу прощения, в нашей библиотеке. Вот стиль и направления, которые представлены на нашем артпортале. Их несколько десятков. На самом деле, если кто-то интересуется конкретным стилем, то вот есть такие фильтры, по которым можно перейти непосредственно к рассмотрению этих стилей, направлений и жанров. Ну, и тренды последнего года нашего. Сначала мы шли по пути расширения, наибольшего расширения количества изображений в нашей библиотеке, в нашей галерее. Но в последний год-полтора мы пошли по другому пути, по пути обогащения и улучшения информации по уже загруженным изображениям. Хотя мы не прекращаем работу по расширению фонда. Ну, во-первых, это консолидация информации, улучшения качества информации, улучшения качества изображений, когда вместо картинки, например, размером 800 на 600, мы находим изображение несколько тысяч на несколько тысяч пикселей гораздо лучшего качества, и мы заменяем эти изображения. Далее это раздел «Артотека», от которого я отдельно расскажу. И такой функционал, как интерактивность и мультимедиа в нашем арт-портале. Ну вот, по поводу качества информации, мы пытаемся по каждому нашему произведению получить максимальное количество информации об авторе, годе, музее, в котором хранится изображение, городе, в котором было произведено это изображение, о материале, размере и так далее. Ну, а также о том, кто изображен на портрете и так далее. То есть у нас не просто изображение, но и полная атрибуция, как правило. Это очень важно именно при применении арт-портала в качестве учебного, дополнительного учебного источника. Качество изображений. Мы заменяем те изображения, которые первоначально были загружены, на высокоразрешающие изображения вплоть до гигапиксельного разрешения, об этом я отдельно немножко вам скажу сейчас, с улучшенной цветопередачей, и постоянно заменяем изображения на более качественные, которые появляются в сети или в нашем доступе. Что касается интерактивности и мультимедиа, это раздел галереи изображений, в котором есть интерактивные слайдеры, такие интерактивные элементы, как оси времени, видеоинформация по изображениям, музеям и отдельным полотнам дальше даже, и вот такая вещь, как интерактивные путешествия. Об этом я сейчас расскажу, а пока даже вот не, может быть, не переходя к тем слайдам, в которых я это буду рассказывать, вот можете посмотреть, что подразумевается под интерактивными путешествиями по вот такому вот открытому разделу нашего арт-портала, вот такое вот интерактивное путешествие по полотну Александра Иванова «Явление Христа народу». Я думаю, что вам будет очень интересно. Возможен просмотр иллюстрации с увеличением. Это как раз в том случае, если у вас сервис подписной, то есть у вас есть доступ к большим версиям картинок, в этом случае можно посмотреть эти картинки в увеличенном виде. Ну вот, в частности, обращаю ваше внимание, если вы рассматриваете, некоторые картинки настолько в хорошем качестве приведены, что в них видны такие элементы, такие группы изображений, на которые вы наверняка не обращали внимания, даже будучи в музеях. Вот, например, если вы придете в Третьяковку и посмотрите на картину Иванова «Явление Христа народу», вряд ли вы разглядите вот эти вот мелкие фигурки, которые находятся за рекой и тоже смотрят на Спасителя, вот у нас вы можете это посмотреть и досконально осмотреть вот такие вот картинки с высоким разрешением. Очень подробная информация о тех авторах есть, которые причислены к рангу великих и известных художников, то есть это подробная биографическая информация, плюс список картин, к которым можно по одному клику перейти. Да, и вот внизу информация об авторе, есть, собственно, сами его полотна, а также есть информация о книгах, об электронных книгах, которые можно приобрести в нашем интернет-магазине, и в которых содержится также информация, связанная с данным автором. Также подробная информация о большинстве крупных музеев существует. Есть тоже расширенный поиск с рядом фильтров, фильтры могут быть по стране, по автору, по жанру, виду искусству, по стилю, по музею и так далее. Ну и пару слов в конце об артотеке. Артотека – это специальный сервис арт-портала, это такой наш подпроект, который в последнее время вырос до состояния самостоятельного проекта. Артотека – это ряд страниц, но эти страницы нельзя уже называть, наверное, просто страницами. Это такие произведения в жанре лонгрид или, как сейчас говорят, веб-докюментри, то есть большие и длинные страницы, содержащие структурированные страницы, содержащие большое количество информации, графической информации, видеоинформации, интерактивной информации. И каждая из этих страниц посвящена одной теме, например, одному художникуму, одному музею или одному направлению, или одной стране, истории искусства в этой стране и так далее. В чем-то идеология артотеки совпадает с идеологией тематических коллекций в библиотеке нон-фикшн и в университетской библиотеке онлайн. Но выполнено это абсолютно по другому принципу. Это готовая страничка, единая страница, которую можно читать достаточно долго. Там достаточно серьезные тексты объемом от половины авторского листа до двух-трех авторских листов, то есть это такие соизмеримые с небольшой книгой тексты, плюс количество иллюстраций от нескольких десятков до нескольких сотен, до полутысячи и даже более в некоторых проектах. Ну и плюс, да, вот примерно какие есть в настоящий момент, как я уже говорил, более 50 проектов в нашей артотеке, и каждые две недели выходит новый проект, и это будет продолжаться и в будущем. Какие виды есть проектов артотеки? Это интерактивная страница, интерактивная карта, это вот то, что, другими словами, интерактивное путешествие, тот вариант, который я вам только что показал. Ну и вариант лонгрид, это рассказ, как правило, в этом виде артотеке проектов выполнена рассказ об отдельных художниках и или об отдельных музеях. Вот пример такого лонгрида по музею Метрополитен, внутри него есть разделы по видам искусства, в каждом разделе есть описание конкретных полотен, описание полотен есть в сокращенном виде, а также отдельно, но здесь не показано, есть тексты с более полными описаниями данных полотен. Есть и другие виды проектов, такие вот, как образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Здесь вот, как мы видим, 8 разделов, 513 иллюстраций и 8 интерактивных таймлайнов. На интерактивных таймлайнах показаны иллюстрации в порядке их появления на свет. Тоже очень интересный способ подачи информации. Вот так выглядит таймлайн. Собственно, здесь вот заголовок этого таймлайна, а внизу вкладочки и сама шкала времени можно увеличивать и уменьшать масштаб, можно тыкать по конкретной вкладке и сразу переходить на конкретное произведение, и можно двигать эту ось времени туда-сюда мышкой. То есть, это такая полностью интерактивная сущность. Ну и, наконец, это наши интерактивные карты или интерактивные путешествия. Это путешествия по гигапиксельным изображениям великих полотен. У нас несколько таких путешествий. Это два интерактивных путешествия по Иерониму Босху, Триптиху Садземных Наслаждений. Размеры картинки, как вы видите, феноменальные. 30 тысяч пикселей на 17 тысяч пикселей. То есть, это вот если измерять в размерах вашего монитора, это примерно 15 на 15 мониторов ваших, даже если у вас Full HD монитор. То есть, огромное изображение. И это изображение рассматривается по кусочкам, по сценкам. Каждая сценка объясняется. Это очень удобный и интересный способ информации о конкретной картине. У нас есть несколько таких интерактивных карт. Две по Саду Земных Наслаждений. Одна карта, по которой я вам дал ссылку. Это Иванов, Явление Христа Народу. Еще одна недавно вышла по Брюлову. Последний день Помпеи. И есть несколько коротких интерактивных карт в нашем проекте, который называется «Абердинский бестиарий». Там подробно рассматриваются страницы этого фолианта. Вот так выглядит примерно осмотр конкретных элементов картины. Вот крупный план изображения конкретного элемента. А здесь объяснение того, как оно появилось, откуда аналоги его, откуда Боск мог подсмотреть это изображение, ну и так далее. Для тех, кто не подписан на ортотеку, можно рекомендовать посмотреть несколько разделов, которые находятся в свободном доступе и будут находиться всегда в свободном доступе. Здесь я привел два из них. Это вот уже приведенная мной ссылка на «Явление Христа народу». Книжная миниатюра. А вообще четыре проекта у нас являются открытыми. И по ним можно свободно ходить, даже не оформив подписку. Коллеги, ну вот и все. Я почти уложился в отведенный мне час. Рассказать сразу про три проекта это было достаточно сложно. Вот поэтому прошу заранее извинить меня за то, что это немножко речитативом произошло и по верхам. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что если вы запишетесь на наши подробные вебинары по самой первой ссылке, которая есть в нашем чате, то вы сможете получить полную информацию о всех этих проектах уже, скажем так, не торопясь. Я надеюсь, что моя информация для вас была не безинтересна. Вы можете задавать вопросы мне по... либо сейчас в чате, либо по вот этому адресу электронной почты, либо если у вас вопрос по подписке, по контенту или по правилам подписки, по ценам и так далее, то обращайтесь к менеджеру нашему. Можете просто написать на менеджер собака.директ.медиа.ру и ваша информация будет доставлена тому человеку, кто отвечает за ваш проект конкретный. Коллеги, я жду ваши вопросы. Пока вы готовите ваши вопросы, давайте я вам приведу, наверное, ссылку, ну, не то чтобы более полезную, а может быть более конкретную. Вот ссылка на другую страничку нашего сайта. Директ Академия. По этой страничке вы можете получить информацию о тех треках наших вебинаров, то есть о тех списках вебинаров, которые ведут определенные авторы. Если вы там найдете меня, я там веду два трека. Первый из них как раз связан с продуктами компании Директ Медиа. Вот там вы можете найти список вебинаров, на которые вы можете захотеть подписаться. Это подробные вебинары по упомянутым сегодня темам. Та же ссылка, которая была приведена первой в чате, она ведет на полное расписание вебинаров. Там более 150 вебинаров, которые пройдут в этом году. Там тоже могут быть интересные и полезные для вас вебинары, но это более общая страница. Ну что ж, коллеги, я не вижу ваших вопросов. Я надеюсь, что я ту информацию, которую хотел на вас донести, донес, и у вас появилась некая ясность в этих продуктах, о которых я рассказывал. Обязательно посмотрите те ролики, которые я привел в чате, и тогда еще более прояснится ваше понимание наших продуктов. Ну что ж, коллеги, спасибо вам за то, что вы пришли на мой сегодняшний вебинар. Напоминаю, что запись этого вебинара вы сможете посмотреть через несколько дней на нашем видеопортале и, соответственно, показать эту ссылку тем, кто не смог попасть на наш вебинар. Коллеги, спасибо огромное за внимание. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, не навсегда, но надеюсь, что вы придете на другие наши вебинары и пополните свои знания. До свидания. До новых встреч.